Проект сохранения озера Байкал сулит региону больше 8,5 миллиардов рублей. По крайней мере, такую сумму предварительно одобрили в Минприроды России. Эти деньги должны пойти на строительство и реконструкцию 23 очистных сооружений на территории Бурятии. Рекламировали свои новейшие технологии с десяток потенциальных подрядчиков. Впервые в России были использованы вместо бетонных резервуаров пленка. Второе. Мы в одном резервуаре совместили аэробный и анаробный процесс. То есть мы их во времени отнесли друг от друга. За счет этого большую экономию электроэнергии получили. Третье. Это полностью автоматизированная система, которая до сих пор так же работает. И численность очень маленькой обслуживающего персонала. По сути дела, кроме охраны, там три человека. Другая компания предлагает использовать японские технологии. И не замахиваться на масштаб, а начинать с малого. Такое оборудование, оно отвечает нашим требованиям низких температур. Еще главное, оно отвечает тому, что очищает все соли, металлы, с чем не справляются обычные биологические станции. Нам не нужны большие очистные, нам нужны локальные очистные стоки до 100 до 500, и которые одновременно принимали бы промышленные стоки. Предложений, как построить, новые очистные много, а вот с кадрами дефицит. Те, которые у нас даже уже построены, здесь прозвучали в карене очистные, которые на сегодня плохо работают. Это чисто из-за профессионализма. И чем сложнее технологии, тем должен быть более обучен специалист. И вот мне понравилось, некоторые докладчики выступали, что они готовы обучать этих специалистов. Пока же специалисты работают по старинке, впрочем, как и очистные. Сейчас стоки очищаются на объектах, построенных в 80-е годы. То есть мы понимаем, что есть расчетные показатели, да, то есть наши коллеги говорят, что расчет мы при определенном наборе оборудования достигаем, но доказать, подтвердить эти факты, к сожалению, пока нет. Поскольку у нас в Российской Генерации не построены очистные сооружения, которые, верно условно, в полном объеме, отвечающиеся от этих приборов. Уже 9 лет, как Минприроды утвердили 63-й приказ, на Байкальской природной территории не было построено и введено в эксплуатацию ни одного очистного сооружения, которое смогло бы соответствовать требованиям этого документа. Юлия Пермякова, Батогармын, Новости дня.